Изобретательность страховых компаний не знает границ, ведь от этого зависит их финансовое благополучие. Желание заработать больше заставляет продавать людям то, что они покупать не обязаны. Ежегодно для того, чтобы приобрести полис обязательного страхования, автовладельцы доплачивают значительные суммы за навязанные услуги. У каждого агента он зарабатывает этим на жизнь. Может, конечно, как-то ему, чтобы повысить свою зарплату, мог предлагать вот такие услуги. Но не в офисах. Я не думаю, что в офисах так выступали. У агента есть определенный план, им нужно выполнять. Соответственно, вот чувствуя вот такой дефицит, они, может, предлагали такие услуги. Согласившись на дополнительное страхование, клиент в этот же день получает на руки полис. А вот если вы отказались, тогда на оперативность рассчитывать не стоит. Страховщик, приняв заявление, ставит вас в общую очередь. Возможность приобрести бланк затягивается до одного месяца. Прямого нарушения об ОСАГО здесь нет. Но! Если вы видите, что, допустим, в отношении вас пытается страховщик использовать данные 30 дней для рассмотрения вопроса страхования, а в отношении другого клиента используется один день или в этот же день страхуют, допустим, то, естественно, прямое нарушение антимонопольного законодательства. Не стоит сразу скандалить и идти жаловаться. Попробуйте вежливо напомнить о неправомерности подобных действий. Если компромисс не найден, постарайтесь разрешить ситуацию, обратившись к руководителю страховой компании. Но если и в этом случае ситуация не меняется, вы смело можете обращаться в контролирующие органы. Помните, перед тем, как подавать жалобу на агента, необходимо обзавестись доказательствами правонарушения. Добыть их в наше время несложно, ведь почти у каждого человека имеется современный гаджет. Желательно бы, конечно, видеосъемку. Если же к аудиозаписи, желательно бы, чтобы все-таки голос свидетеля был. То есть желательно тогда и свидетельские показания. Жалобы на страховую компанию по ОСАГО может быть поданы в отделение Центробанка или непосредственно в прокуратуру. Обратиться можно с любым нарушением прав заявителя по обязательному страхованию. Наряду с жалобой вы можете обратиться в суд с требованием о понуждении страховщика к заключению договора ОСАГО и взыскании причиненных убытков. Введены штрафные санкции за это, за навязывание. И они не маленькие. Поэтому каждая страховая компания дорожит и своим местом, и лицензией в конце концов. Однако не все компании захотят иметь с вами дело после того, как вы отстояли свои права. Обратившись к этому же игроку страхового рынка на следующий год, вам могут отказать. Так как агент занес вас в так называемый черный список. А это еще один повод наказать недобросовестного страховщика. Законодательству строго регламентирован порядок, что отказ должен быть в писанном виде. Он предоставляется гражданину непосредственно, который изъявил желание застраховаться. Кроме этого, страховщик обязан направить данный отказ в Центробанк и в профессиональный объединитель страховщиков. В этом году возможны изменения стоимости автогражданки. Ожидается подорожание на 6-9%. Неприятное известие ждет излостных нарушителей. Страховка для них может вырасти в разы. Более того, государство вводит новую форму оформления ОСАГО. Теперь каждый сможет самостоятельно застраховать свой автомобиль. Для этого достаточно будет перейти на электронный портал, заполнить данные, провести онлайн-платеж и распечатать бланк. С ним владелец авто может свободно передвигаться. ГИБДД, в свою очередь, получает доступ к базе РСА для проверки подлинности полисов. Ильнур Султанбеков, Артем Рябов, телеканал «Нефтехим». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова